Многие спрашивают про уплотнитель. Как и что мы применяем? Смотрите, уплотнитель применяется на арочных формах, но можно на прямых. Например, мы на прямых участках делаем выступ, убрали, делаем уголком. Можно сделать вот это примыкание тоже уплотнителем. Вот он, видите, по арочной форме. По дверям. Смотрите, у нас двери идут все без нахлёста, то есть нахлёст идет на стойку дверную или на фоточку. Посмотрите раньше, многие как делают тепличники, как мы раньше делали. Видите, в нахлёст здесь. И фоточку уже по-другому не получалось. То есть, если у вас вот такой нахлёст, то вам можно просто здесь проклеить самоклейку. Самоклеющий уплотнитель D9 называется, полукругой. И будет все отлично. Вот смотрите, здесь фоточка. У нас идет рама, грубо говоря, видите, стойка 40 миллиметров. И получается, что нахлёст двери поликарбоната идет на стойку. Как в предыдущем видео я вам показал. И фоточка также получается. Видите, везде в нахлёст по кругу. То есть, если наше, например, делать, вы хотите всё плотно сделать, то просто можно обклеить уплотнителем самоклеющимся. Вот такой уплотнитель идет только чтобы прижимало. Сверху поликарбонат прижимал. Здесь он закрывает соты, чтобы пыль и грязь не попадала. А сверху поликарбонат придавливается. Также рекомендуем всем вам защищать соты. В основном снизу ставится перфолентой торцевой профиль. Сверху ставится просто торцевой профиль, чтобы поликарбонат дышал. Потому что, когда образуется конденсат, он обязательно образуется от разницы температуры в теплице и на улице. Надо, чтобы как-то уходил, не создавалось вакуум, а уходила вода, конденсат. Ну, вроде бы всё. Но есть и минусы в защите поликарбоната. То есть, вот эта часть со временем всякая тавра грязь по листу стекает или еще что-то, он становится грязным. Какая-то часть нижняя. Так как теряет свою презентабельность. Где-нибудь, вот видите, это вся грязь. То есть, где-то через два-три года, раз в три года, можно его поменять. Снять, почистить, промыть, наклеить новую перфоленту, закрыть торцевой профиль. Если вы этого не сделаете, то в сотах, в основном, начинает цвести. Там грязь, вода, жучки, паучки и так далее. Здесь видите, как стоит образец, где тут самые старые образцы. Ну, в принципе, не все старые. А вот даже пример мы будем показать. Мы специально ставили шопу и транспорт. Смотрите, без защиты, что происходит. Ну, типа вот такого у вас получится. Такая грязь. Поэтому тут выбор за вами. Да, на прямо стенах, вот как надо двигать. Ну, так-то мы ушли от этого. Поэтому мы стали вот здесь делать уголок прижимать, который и это прижимает, да и это прижимает. И оставили только уплотнительную резинку на полукруглых конструкциях. Так что, если кому-то надо, заказывайте, пишите. Отправка в Почту России с деком в любом количестве, в любом метраже, какой вы захотите. Всем спасибо. Смотрите, у нас приходит в бухтах по 150 метров. С него мы режем. Уплотнитель, с какой надо нарезка. Вот, например, вот такая посылочка в 12 метрах. Здесь будет копилок еще. И вот такая посылочка отправляется в Почту России с деком.